Моя коллега Ангелина Кареткина расскажет о том, как западные СМИ, глобалистские СМИ, которые так поддерживают и хвалят Вероника Крашенинникова, подготовили материал о главе российского государства Владимира Путина. Вот, собственно, что они сказали. Ангелина, добрый вечер, я рад приветствовать вас в студии нашей программы. Поделитесь, пожалуйста, опытом, что же такое они там наговорили. Здравствуйте, Андрей. Ну, впрочем, ничего нового в фильме CNN нет. Он начинается с эпизода, который, по мнению автора фильма, характеризует Владимира Путина. Вот краткий пересказ. Все начинается в Германии в 89-м году. Путин видел демонстрации в Дрездене тогда и поэтому сейчас боится восстания и не хочет повторить судьбу ближневосточных лидеров. И при этом автор фильма подчеркивает, с приходом Путина в России началась эпоха стабильности. Путин стал невероятно популярен как в своей стране, так и за ее пределами. Фарид Закария, автор фильма, напомнил о хороших отношениях российского президента с Джорджем Бушем-младшим, который в свое время заявил, что разглядел в глазах Путина душу. Америка тоже любила Путина, говорится в фильме. И при этом автор подчеркивает, с Хилари Клинтон отношения не сложились. В 2011 году началась арабская весна и в это же время в России люди тоже выходили на акции протеста. И в их организации Путин обвинил Хилари Клинтон и потом решил взломать демократов из личной ненависти к ней. Но это краткий пересказ фильма. И кстати, об экспертах в фильме преимущественно это журналисты, и среди них Юлия Иоффе. В декабре прошлого года ее со скандалом уволили из журнала «Политика» за оскорбительное сообщение о дочери Трампа. Возвращаясь к фильму, в конце Фарид Закария делает вот такие выводы. Путин понимает Россию, но он также понимает и мир. Он не настолько глуп, чтобы в лоб напасть на Америку или Европу. Он знает, как использовать власть асимметрично при помощи киберинструментов и дезинформации. Он осознает уязвимость свободных обществ с их внутренними разногласиями и раздорами, их незащищенную открытость. Он осознает хрупкость таких институтов, как Европейский Союз и НАТО, и таких идей, как интеграция и культурное многообразие. Другими словами, Владимир Путин понимает нас очень хорошо. Вопрос в том, действительно ли мы и Дональд Трамп понимаем Владимира Путина. Вот такие выводы. Такой фильм, Андрей, вам слово. Да, и риторический вопрос, конечно, в конце просто гениальный. Ну, не знаю, гусь, наверное, сведение товарищ. Вам невозможно понять уровень мысли лидера России. Продолжение следует...